Тема 784, Белая балаклава Я начинаю замечать, что мы более стали ценить функциональность одежды, нежели ее внешний вид. В нашем городе сейчас мало увидишь людей в шубах и дублинках, а когда-то считалось просто неприличным не иметь хоть что-нибудь из этого в своем гардеробе. В основном, все ходят в куртках, причем, чаще всего в спортивных куртках и брюках. В них ходят даже те, кто, собственно, спортом не занимается. И вовсе не потому, что люди обеднили, в нашем городе средняя зарплата много выше, чем по области. А потому что эта одежда создана для удобства. Она не промокает, защищает от мокрого снега и дождя, у нее закрытый ворот, защищает от ветра, обязательно, капюшон и множество карманов, в том числе и для мобильников, и для фотоаппаратов. Именно поэтому, благодаря стремлению к удобству, у нас в свое время стали популярны мужские жилетки с кармашками, они дешевые, но очень удобные, в их карманах можно все уложить. Мужчины уже не могут выйти летом из дома без подобной жилетки, ведь в ее карманы можно положить все. И люди начинают носить, не стесняясь, то, что раньше надевали только на детей, манишки, копоры, резиновые сапоги, варежки на резинках, а что, удобно, не потеряются. Долой стеснительность. Пора подумать о собственном комфорте. Недавно в нашу жизнь пришло понятие «балаклава». Именно в таких масках, закрывающих лицо, вершили революцию на Украине активные граждане в 2013-2014 годах, не зря именно на это время приходится пик поискового запроса «балаклава» в Яндексе. Удобно, конечно. Потому что, во-первых, человека трудно узнать. Во-вторых, тепло даже зимой и в ветреную погоду, а все революции обычно совершаются на улице. Этот элемент гардероба оценили многие, в том числе спортсмены и интернет-магазины одежды. Сегодня у нас даже детские копоры стали продаваться под вывеской «балаклавы». Не отстают и спортивные магазины. Они тоже продают балаклавы, для спортсменов, занимающихся зимними видами спорта. И если посмотреть историю этого головного убора, то она ведется с... Крымской войны 1853-56 годов. Солдаты британской армии так мерзли под крымским городом Балаклавой, что придумали себе новый головной убор, закрывающий лоб и щеки, который назвали по имени города, где им так пришлось страдать, «балаклава». На Западе этот головной убор знаком уже давно, поэтому и производится он разных расцветок. Россия и он известен относительно недавно, с 2007 года, либо мы зимой меньше мерзнем, либо у нас не так развита потребность комфортно заниматься зимними видами спорта. Поэтому спрос на балаклавы у нас постоянно растет. Более того, он растет именно на разноцветные и белые расцветки. Ведь кожа на наших лицах в основном белая, спортсмены покупают разноцветные спортивные костюмы, к такому антуражу ну никак не подходят черные балаклавы, которые используют в основном спецназовцы и террористы, согласно Википедии. Сегодня существует разрыв между спросом и предложением, мирные люди хотят купить цветные или белые балаклавы, а в обычных ли? Интернет-магазинах их попросту нет, или уже распроданы. Все белые балаклавы, что я смогла в интернете найти, либо уже распроданы, либо это детские головные уборы, мне это не подходит, либо они продаются в не очень продвинутых интернет-магазинах, например, в Санкт-Петербургском военторге, которые доставку по России не осуществляют, то есть большинству россиян тоже недоступны. А ведь пошить такую шапочку – дело не хитрое, что может быть проще. С учетом вышеизложенного можно предположить, что любое производство удобной, функциональной одежды будет востребовано. Это доказывает появление новых товаров на нашем и зарубежном рынках. Например, понятие «спортивный бюсетгальтер» появилось у нас совсем недавно. Вроде бы вещь, повторяющая традиционный предмет женского гардероба. Но не совсем. Спортивный бюсетгальтер намного удобнее. Цифры продаж и многочисленные благодарственные отзывы покупателей это подтверждают. На Западе появляются фирмы, специализирующиеся, например, на производстве специальной накидки для велосипедистов, защита от дождя, тоже очень удобно. Ведь традиционный плащ велосипедисту никак не подойдет, а велосипедист – тоже человек и не хочет макнуть под дождем. Другая фирма, Spebel.com, специализируется на изготовлении разнообразных поясов с карманами, в которых можно хранить что угодно, от мобильника до бутылочки с водой. Другая предпринимательница, Е.Е.Сайб, Балк Дианиэспунта Сеялпунта и Краткай Лукей, столкнувшаяся с потерей волос после химиотерапии, придумала шить симпатичные хлопчатобумажные шапочки для тех, кто потерял свои волосы. Это отличное решение для людей, потерявших волосы. Ведь обычные шапки слишком жаркие, без шапочки голова мерзнет, традиционный платок на гладкой голове не держится. А на людях хочется появиться в приличном, и не шокирующем, виде. Одна женщина придумала свою линию одежды для кормящих матерей, для челебре.ком. Другая женщина придумала линию одежды, юарграчи.ком, с которой можно одновременно заниматься йогой и ходить по улице, то есть можно ходить заниматься йогой, не переодеваясь. Я предлагаю также придумать, если это еще никто не придумал, просто я пока не встречала, повязки для жертв пластических операций, для перенесших инсульт или для тех, кто выходит от зубного врача после местной анестезии, им же тоже нужно как-то выходить в общество, не шокируя окружающих проблемами на лице. Себе лично я купила бы, да нет нигде, шарф на липучке. Те шарфы, что я вижу в магазинах, огромные полотнища, с которыми я не хочу возиться, заматывая их вокруг шеи. К тому же они не влезут под куртку, их проще носить снаружи воротника. Они, как портянка, только для шеи, от которой даже наша армия уже отказалась. Почему бы не придумать то же самое, но чтобы заматывалось вокруг. Шея просто, в один оборот, и однозначно, чтобы плотно обхватить шею любого размера. Но при этом надевалась бы не через голову, как детская манишка, потому что не хочу портить свою прическу, а компактно обертываясь вокруг шеи и крепись на липучку. Даже если люди эту часть гардероба пока не ищут в интернете, стоит им это предложить, они могут такую вещь оценить и разрекламировать, ведь балаклаву у нас искать начали только после 2007 года, а сегодня ее очень активно ищут и покупают. Это лишь малая часть того, в чем нуждаются сегодня люди и вокруг чего можно создать бизнес. Есть еще масса неохваченных ниш, либо они уже охвачены на западе, а до нас еще не дошли. Придумывайте новые элементы гардероба, наблюдая за собой и за другими, предлагайте людям, они это оценят и вас вознаградят, в виде дохода и прибыли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok